Всем привет, дорогие друзья! С вами Тутэмпаут, а мы продолжаем играть в метрошку. Разумеется, я забыл уже, как что тут делать. Так, атака ножом М, использовать интерактив У, перезарядка Ц, дополнительное оружие. Ага. Атака ножом М, окей, буду знать. Это вот я в прошлый раз не знал, так, но это мы знаем. Аптечка КЮ, БНВ, Т, часы Н, противогаз П, сменить фильтр Е, фонарик А, зажигалка, журнал, мягкий знак. Ну давай, продолжим, так сказать. Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. В натуре давай рисканешь. Кто идёт? Эй, урод красный! Выходи! Тогда не больно! Не больно, он убьёт. А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придётся действовать одному, прости уж. Выруби генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полюсу. Погоди, а это у нас что? Не, ну в принципе, почему бы и не попробовать? Заместо воздушки-то погонять. Воздушка у нас хорошая была, но... В принципе, ну, почему бы и не попробовать? Чё тут? Ещё чё-то есть? Опа. Как семья? По папе скучают. Твоя-то, а? Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. А теперь мы тут застрянем. Точно. Кому всё это осталось? Ага. А кто будет детей твоих кормить? Может, штурмбанфюрер? Эх, что за жизнь? Может, бросить всё? Взять семью да сбежать на Ганзу? Не ты первый, кто об этом думал. Что? Кто-то... Кто идёт? Так-так-так-так. Не хочу убивать пацанов, понимаешь? Ну, жалко. Ну, вот здесь же. Не понятно. Точно здесь. Вроде отсюда слышал. Хотя... Кривы какие-то не те, что ли. Почудилось. Но где оно тут шуршало? Где? Не понимаю. Вообще, что-то... Блин. Найти, конечно, с собаками. Бля. Крысы? Может, конечно, и крысы. Но вот здесь же. Точно здесь. Блин, не хочу, понимаешь? Пацана отрубать. Хотя отрубить это не убить. Стой, кто идёт! Лови! А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом поговорим. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придётся действовать одному, прости уж. Выруби генератор. В темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полюсу. Угу. Блядь. И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придётся действовать одному, прости уж. Выруби генератор. В темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полюсу. Давай. Блядь. Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придётся действовать одному, прости уж. Выруби генератор. В темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полюсу. Ладно, давай, попробуем. Так. Да. КТРЛ присели. Шнур отрезали. Шнур отрезали. Шнур отрезали. Точно. Кому всё это сдалось? Ага. А кто будет детей твоих кормить? Может, штурмбанфюрер? Эх, что за жизнь? Может, бросил всё? Взять семью да сбежать на Ганзу? Тут где-то было... Не ты первый, кто об этом думал. Их всех повесили. Ублюдки. Вот я мимо прошёл, это хорошо. Не надо пацанов трогать. Блять. Откуда он шёл-то отсюда? Не могу больше терпеть эту... Пацанам-то херово живётся, вот, слышу же. Как работает генерал? Если только к нему никто не прикоснётся. Всю на заплях, ржавая хреновина. Приставь к нему охрану. Что? Кто это? Как показалось? Вон, я его прижал! Получай карманату! Да хорош. Да хорош! Блядь. Да хорош, наверное, ж не хотел. Блядь, свет. Блядь. Ах ты, крыса-то, нафиг. А чё я туплю? Свет есть. Чё, подзарядка нужна? А как подзарядку, я просто забыл. Управление, клавиатура, инвентарь, противогаз, ПНВ, зажигалка. Передвижение. Оружи... Оружи... Ммм... А, во! О! Пизда! Ну да, конечно. Ещё какая? Найду. Точно найду. Ищи. Чего, камуняга? Прячься! Недолго осталось. Дрячется, мутант. Значит, трусит. Блядь, и куда идти-то туда? Нету. Ну, если нету, так иди отсюда. По-добру, по-здорову-то уходил бы. Дурачок. Ужёл с собой. Точно ушёл. Пизда. Нихуя не вижу. Вперёд! Врага найти и уничтожить! Эй, камуняга! Выходи, урод! Ого! Выходи! Посмотрим! Чего вы орёте? Тут искать надо. Ну как? Да никак. Ничего, попадётся. Как не знаю. Никуда не тянется. Видит его кто? Я нет. Я. Я... Я, кажется... Хотя нет. Тоже не вижу. Ничего ко мне, капрящ. Недолго осталось. Встречи! Или не здесь. Может, дальше? Ищем! что ты голос как у хантера сейчас был и чего кое-какой хантер этот хан пацаны но ёбаный нас пошли дальше ну парни ну ёбаный точно значит трусит но ёбаный найдется у меня на мутатор чутье они думают нас не спрячешь ебланы что а тут они фашисты ну бля короче побежал на пиздец блять с ними на свет не горит ну чё Идите в жопу В наушниках-то играть обосрёшься В хороших-то уже Ёбаный нас, Вай Валяется Чупакабра Ох, ё, противогаз весь разъёбанный Как он только помогает, не пойму Я приду И скажу Прямо в лицо Я Нет, я тебе покажу Прямо в лицо Показалось, чувак, показалось. Слышал раньше историю о метро и невидимых наблюдателях? Нет. Метро 2 – убежище советских богов на время равнорока, если силы зла одержат верх. Наш обычный метро – для стада. Метро 2 – для пастухов и их псов. В начале начала, когда пастухи не утратили еще власть над стадом, они правили оттуда. Но потом их сила иссякла, и улцы разбрелись. Только одни врата соединяли эти два мира. И если верить преданиям, они находились на сокольнической верте метро-спортивной. Потом происходит нечто, от чего выход в метро 2 закрывается на ветер. Живущие здесь утрачивают всякое знание о том, что происходит там. И само существование метро 2 становится чем-то мифическим и реальным. Но метро 2 и сегодня вокруг нас. Его тоннели облетают перегоны нашего метро. А его станция находится, может, всего в нескольких шагах за стенами наших станций. Эти два сооружения не раздеваемы. И те, кто верят, что пастухи не могли бросить свое стадо на произвол судьбы, говорят, что они присутствуют неощутимо в нашей жизни. Направляют, следят за каждым нашим шагом. Но никак не проявляют себя при этом и не дают о себе знания. Это и есть вера у невидимых наблюдателей. Но почему они не хотят, чтобы простые люди о них знают? Во-первых, овцы грешны тем, что отвергли своих пастухов в минуту их слабости. Во-вторых, за то время, когда метро 2 оказалось отрезанным от нашего мира, развитие пастухов шло иначе, ниже и наше. И теперь они являют собой не людей, а существ высшего порядка, чья логика нам непонятна и мысли не подвластны. Неизвестно, что задумано ими для нашего метро. Но в их силах измерить все. Они могут вернуть нас в утраченный прекрасный мир, потому что они снова обвели свое былое могущество. Но от того, что мы взбунтовались против них однажды и предали их, они не участвуют больше в нашем судьбе. Однако они присутствуют повсюду. И им ведом каждый вздох, каждый шаг, каждый удар. Все, что происходит в метро. Пока они просто наблюдают, только когда мы искупим свой чудовищный грех, они обратят свой благосклонный взор на нас и протянут нам руку. Тогда начнется возрождение. Так говорят те, кто верит в невидимых наблюдателей. Красивая легенда. О, как. Ладно, пацаны, вы там где? Мне надо как бы пройти. Ничего так. Ну, проходи, проходи. Эй! Что такое? Там у Рудей. Ёбаный рот! Блядь. Пиздос. Пиндос! Блядь, прости. Ёбаный на свайке. Давайте я по трубе, парни. А че урод-то сразу? Блядь, щас труба отъебанется и пиздат ушки. А тут нету? Губаный. Каркарыч. Ты меня не видел. Кто-то там прижал. Куда идти-то, блядь? Куда идти-то, блядь? Окей. От нас не спрячешься. Блядь. Почему я эти банки отрезать не могу? Спокойно. Ну, пошли зарабатывать новые ночи. Враг! Как ты меня... Какие нахуй мутанты, блядь? Да ты дурак! Или как? Я не хотел... Мутант, блин. Че-то серьезное. О, старые. Только прятаться и может. Конечно. Я ж не хочу тебе... Зла... Причинить. Ну, или че-то похожее. Найду. Точно найду. Стоп, вы че, угораете? Я ж тут проходил. Уйди, пастух. Уйди, блядь. Да уйди, сказал, блядь. Я не хочу зла. Ёбаные вас на сваре. Памираю, нахуй. Убийсный. Противогаз, это хорошо. Вот сюда надо было идти, че-то блюда. Я ж здесь не был. Да-да-да, я здесь не был. Да-да-да, не был. Ну-ка, эту дичь сними. Пиздец, конечно, страшно. Да-да-да. Ёбаный каркарыч. Ещё у меня в наушниках тут какая-то такая динамика. Знаешь, че скажу? Лучше всего... А, лучше-то... Дробаш на всякий. Ё-моё, сожрали мужика. Охуеть. Блядь, ты дебил? Блядь. Блядь, ты это сделал. Залезай сюда и передохни. Я-то сначала охренел. Скоро мы будем в полюсе. А это-то дай убрать, а? А, ну... Окей. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то... Страшное. Страх. Мы слабы. Мы умрём. Мы ужасны. Даже если отец и мать ненавидят и пьют чадо своё, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Что он делает? Беги, Артем! Беги! Мы желаем помочь. Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Всё зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдём. Тут небезопасно. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Да ну нафиг, мы продолжаем. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Ми фашистын! Приехать захватить ваша станция! Ульма, ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду я вас чёрный. Ну ладно, проезжайте. Парнишка с северных границ. Парнишка с северных границ. Ну давай осмотрим сейчас. Ступай своей дорогой, добрый молодец! Хорошо. Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Да в смысле, а что за? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошёл, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут. Ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артём, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. А не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Здорово! Так, а где я? А, вот. Сколько себя помню, мечтал попасть в полис. Человек от злой и беспросветной подземной жизни. Мечтает, звереет, дичает. И только в полисе ему удается оставаться похожим на тех великих людей, которым удалось покорить целую планету. Полис – последнее пристанище учёных, профессоров, артистов. Всех, кого на остальных станциях сочетали бы никчёмными дармоедами. Последнее – цитадель культуры и цивилизации. И ещё. Ещё по легендам, там круглые сутки горел электрический свет. Совсем как это было в нашем невозвратном прошлом. И полис не подвёл меня, не обманул моих ожиданий. Огромный, сияющий, вычищенный до блеска. Настоящий подземный город. Его четыре станции, соединённые воедино, напоминают залы древних храмов из книг по истории. Просто находясь здесь, ощущаешь какую-то необыкновенную энергию. Начинаешь верить в то, что человек ещё сможет однажды подняться с колен. Если есть во всём метро кто-нибудь, кто сможет спасти ВДНХ от нашествия чёрных, таких людей я смогу найти только здесь. Хрена себе. Я в туалет хочу. Раньше надо было. А пока подождёшь. Ну, папа. Никаких ну. Ну, а потом я просто ждал их на чёрных. Кстати, фашисты её всё-таки захватили. Налетай и разбирай. Ага. А чем мне тут? Где он? Подумаешь. Товарищ полковник, закладываю. Вольно. Аптечек нет. Нет. Это кончилось. Ага. А вот эти хочу продать. Ну и где патроны-то? Мои-то вот. А, во в натуре. Да у тебя уже парохло из кармана вываливается. Тебе спасибо. Артём? Я Мельник. Рассказывай. Сюда. Ага. Иду. Чё-то ты моложе, братан. Всё ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им всё расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю. Всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Давайте. Не, ну вот на кой ты так накидался, брател? Надо бы. За тебя! Вот, а ну тебе надо. Нет, мне не надо сейчас. А, во. Вечно ты так оживешься, а мне в ныне отащить. И вот парня. Невероятно. Артём, не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но полис ещё не всё метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от чёрных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову чёрных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперёд. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот ещё. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Не, парни, ну вы погодите. Двинули. Да погоди, говорю, не. Короче, дорогие друзья, с вами был Туттемпалт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Уж в следующей серии тогда пойдём в эту вашу библиотеку. А пока всё. Ну что ж, ладно, надеюсь, тебе понравилась эта серия. Всем удачи и всем пока.